В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Пуслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В деревне Дроздово начал работу новый водозаборный узел. В администрации Ленинского городского округа состоялось заседание антинаркотической комиссии. Зарегистрировано 159 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На московском коксогазовом заводе разрабатывается экопрограмма, направленная на сокращение выбросов и запахов от производства. Позволит улучшить газоплотность коксового цеха, снизить выбросы и сократить негативный эффект. В деревне Дроздово начал работу новый водозаборный узел. Он позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением более 4000 жителей близлежащих населенных пунктов и СНТ. На открытие объекта побывала наша съемочная группа. Для местных жителей открытие водозаборного узла – долгожданное событие. Для них, а также представителей депутатского корпуса территориального отдела и временно исполняющего полномочия главы округа Эдуарда Радушкина провели небольшую экскурсию по объекту. Две скважины – основная и резервная, глубиной порядка 140 метров, расположены они на Каширском горизонте, снабжают артезианской водой. Новый водозаборный узел имеет производительность 1200 кубометров в сутки. Это позволит удовлетворить потребности в воде ближайших населенных пунктов. В деревнях Дроздово, Мильково, Беседо и Слобода, а также множестве СНТ, расположенных вокруг, проживает более 4000 человек. Эдуард Радушкин дал старт работе в ИЗУ. Так, я нажимаю, режим работы задвижек, запустить. Да, все, и все зашершало. Сейчас все откроется, и в течение буквально 10 секунд уже начнется наполнение резервуара, фильтрованная водой. Также временно исполняющий полномочия главы городского округа вместе с жителями лично проверил качество добываемой воды, которая благодаря установленной современной системе очистки соответствует самым строгим санитарным нормам. У нас теперь мощь такая появилась, долго мы ее ждали. Это в ИЗУ просили программу «Чистая вода», чтобы нас включили. Включили, наконец-то, ура! Попробовали воду, как вам на вкус? Волшебная, да, очень вкусная вода. Возведение объекта реализовано в рамках проекта «Чистая вода». Финансирование осуществлялось за счет федерального, регионального и местного бюджетов. И работа продолжается. Планы на ближайшее будущее. Это у нас в ИЗУ номер 8, горки Ленинские. На самом деле там сегодня ведутся работы. Там даже водозаборный узел, скажем так, чуть побольше. Это примерно где-то на 4,5-5 тысяч жителей. Скорее всего, ближе к концу лета мы закончим эту работу. И я думаю, что все удачно будет складываться. И в ИЗУ номер 8 заработает точно так же, как вот этот прекрасный водозаборный узел. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. 2024 год объявлен президентом годом семьи. Особое внимание многодетным. На настоящий момент в Московской области проживает 107 тысяч таких семей. Им оказываются региональные меры поддержки. На школьную форму ребенка из многодетной семьи с низкими доходами производится выплата в размере 10 тысяч рублей. Для детей предусмотрены сертификаты на кружке и секции на 12 тысяч рублей в год. Область компенсирует путевки в летние лагеря, а детям до 6 лет бесплатно предоставляются лекарства. Родители имеют право на бесплатную парковку и льготу на транспортный налог. Также семьи могут претендовать на земельный участок в 10 соток от региона и бесплатно провести газ в частный дом. Чтобы получить комплексную услугу, многодетная семья, включающая предоставление льготного проезда и компенсацию за коммунальные услуги, нужно подать заявление через региональный портал госуслуг или приложение Добродел. В администрации Ленинского городского округа состоялось заседание антинаркотической комиссии. Представители структурных подразделений обсудили результаты выполнения мероприятий по профилактике незаконного употребления и хранения запрещенных веществ на территории муниципалитета. Все подробности в следующем сюжете. Проблема незаконного оборота наркотиков на территории муниципалитета постоянно находится на контроле у местной власти. Статистику по нарушениям на заседании антинаркотической комиссии привел временно исполняющий полномочия главы округа Эдуард Арадушкин. За 9 месяцев текущего года на территории оперативно обслуживания МВД России по Ленинскому городскому округу зарегистрировано 159 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них выявлено и возбуждено с лицом 149 преступлений. Органы государственной власти направляют свои усилия для борьбы с правонарушениями. Главной задачей муниципальной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения озвучил руководитель комиссии Алексей Палкин. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям. Это совершенствование в политике и деятельности государственного контроля за оборотом наркотиков, профилактика ранее выявленных незаконных потреблений наркотиков, сокращение числа лиц, у которых диагностирована наркомания или пагубное потребление наркотиков. Один из способов профилактики распространения наркомании и информирования о вреде запрещенных веществ, а также пропаганда здорового образа жизни среди школьников. В 2023 году во всех школах проведено следующее мероприятие. Тематические недели, творческие конкурсы, беседы, тренинги, круглые столы, интернет-уроки, викторины, спортивные соревнования, конкурсы социальной рекламы, викторины, встречи со священнослужителями, представительные службы системы профилактики. Важную роль играют медицинские учреждения, которые оказывают помощь наркозависимым. Лечение, как правило, включает в себя три этапа. Это первый – стационарный этап, второй – амбулаторное поддерживающее лечение, и третий этап – это лечебно-реабилитационный процесс, который проводится уже в специализированных реабилитационных отделениях. Антинаркотическую профилактическую деятельность будут и дальше реализовывать на территории муниципалитета. Лучший фельдшер скорой медицинской помощи в Московской области – супрунец Анна Александровна. Работает она на скорой медицинской помощи в Московской области с 2020 года в должности фельдшера выездной бригады. И она у нас прошла на второй этап конкурса. Принимают участие в конкурсе сотрудники, работающие по специальности не менее трех лет. Я зарекомендовал себя как хороший, ответственный сотрудник, который может показать помощь квалифицированную. Добросовестный сотрудник работает очень хорошо. Соревнования состоят из трех этапов и включают в себя онлайн-тестирование, практические задания и демонстрацию навыков перед специалистами, входящими в состав конкурсной комиссии. Финал пройдет в Красногорске, где будут объявлены победители и призеры по всем номинациям. На Московском коксогазовом заводе разрабатывается экопрограмма, направленная на сокращение выбросов и запахов от производства. Она включила в себя модернизацию технического оснащения. Какие усовершенствования произведены на территории предприятия, узнала Инга Инчук. Во время избирательной кампании по выборам губернатора от жителей округа неоднократно поступали вопросы об экологической ситуации вокруг Московского коксогазового завода. Руководство предприятия также озабочено этой проблемой. Экологическая программа, принятая на производстве, включает в себя ремонт и модернизацию печей. Позволит улучшить газоплотность коксового цеха, снизить выбросы и сократить негативный эффект. В настоящий момент ведется проектирование установки беспылевой выдачи кокса. Это над тушильным вагоном будет организован большой зонд пылеотбойной. И частицы вот этой пыли не будут попадать в атмосферу. Они будут попадать в пылеотбойный зонд. Одно из самых масштабных преобразований будет направлено на цех улавливания. Монтаж коллекторной системы позволит собирать выбросы в единый резервуар и утилизировать. Благодаря такому методу химические выбросы в атмосферу прекратятся. Это позволит полностью прекратить сообщение этих химкостей с атмосферой. И возможные выбросы, утечки, запахи, они просто прекратятся. На переработку уголь поступает влажным. Образующийся от него конденсат проходит несколько систем очистки и становится водой, пригодной для использования в производственных целях. Резервуары для биохимической очистки сточных вод также были усовершенствованы в связи с экологической программой. Позволяет концентрировать, собственно говоря, испарение внутри данных шатров укрытий и не позволяет уже испаряться загрязняющим веществом в окружающую среду. Коксовый газ транспортируется по газопроводу. Сейчас он был полностью заменен. Новый газопровод сделан из прочного металла. Позволяет выполнять работы в полном объеме. Мероприятие важное, полностью позволит исключить неорганизованные выбросы коксового газа и какие-то аварийные ситуации, связанные с газораспределением на заводе. Модернизация будет полностью завершена в 2025 году и позволит не только обновить оборудование завода, но и сделать его более экологичным для жителей нашего города. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова